провожу я уборку сейчас уборку и спрыскиваю заодно палочников это у меня новогвенийский подрос такой красивый стал так а ну давай уходи с меня вот сложно его пересадить потому что вот анамские они легкие а это цепляется очень сильно чем быстрый такой кстати он пересадил его еле-еле такой вот ну чего спшикиваю чуть-чуть купила я сейчас покажу что увлажнитель такой вот сейчас влажность показывает 58 и в принципе и для крыс такой нужен вроде бы более-менее работы час 30 градусов жара стоит вот он что-то приутих водичка он водичку пьет ничего себе это кстати девочка я так поняла потому что там вот яйцеклад у него в конце есть ну что закрываем достаем следующего сейчас посмотрим что у нас здесь здесь у нас спички лобофимора тут два самца сейчас дубы у них тут малина лежит два самца одна девочка вот это вот самцы они кстати не такие яркие как девочка а девочка про натуральная спичка но вот что-то с ней неудачно линька прошла не буду я ее доставать у него плохо прошла линька на ноге он прилипла предыдущая шкурка и она слиняла с передними лапами с задними минут шести только две лапы осталось все этих я уже спросила все поменяла так это у нас неожиданный я уже к нему заходила сюда тут у него искусственные цветочки лежат вот он у нас неожиданный сейчас мы его поднимем вот так вот покажу так как тебе показать вот он у нас неожиданный тоже подрос маленький еще такую так что у нас дальше посмотрим так а это у нас горохове он у нас он у нас прячется постоянно вон он такой тоже достаточно такой плотный то есть он никак анамские или спички так вон он сидит такой вот тоже ну подрос он до цвет немного поменял так сейчас мы ему тут тоже спросим чуть-чуть и перейдем к яйцам палочника мятного сейчас посмотрим здесь так вот у нас палочник мятный не подписан ну то мятный я знаю так вот он 30 лежат уже все высохло так и сейчас покажу свой просто адовый кошмар так ну тут и не пугайтесь тут у меня всякие лекарства для крыс лежат да все убрать надо это я другие парильники купила вот и собственно листики для палочников вот а здесь у меня живет 72 анамских палочник открывать очень рискованно потому что они только в путь разбегаются я думаю я их сейчас через сетку вот экспресс ну вот и повесила москитную сетку получше пока не придумала ничего я очень не боюсь открывать они просто в рассыпную убегают вот видно да там что-то такое все ну и собственно еще есть это у меня малыш он с фонда крыс он приютовский 549 грамм есть вот у них такая клетка огромная снаружи у меня сидят две спокойные крысы которые никуда не убегает относительно спокойные тоже остальные все норовят выбежать это у нас милка вон видно она кстати уже старенькая и два с половиной у у нее уши там все желтые то мы ей капли капаем а тофа и даем антибиотики два раза в день у нее отит и легочная инфекция бактериально у крыс это часто это зева вообще ее выпускать больше не буду сумасшедшая псын то в шкаф то по другим крысам бегает просто так норовит убежать тоже кстати у нее угной найти ты те же самые легочные штучки клетка у них конечно шикарная он это сестра зева ванда красноглазая сианка и где-то там в трубе минк у нас зарылась до малыш малыша я боюсь он кусается иногда чуть запах других крыс ревнует или прям до крови кусает и вот у меня тут такое вот сооружение значит здесь у меня дело обстоит так тут три полупасюка двухмесячные два с половиной мужа имен нет я их не отличаю но все очень дерзкие вот раз там два и третья он этой эти зева сюда прыгнула и пальчика ей покусала ей больно на прям пищит буду промывать три полупасюки девочки это вот тут вот любит она сидеть это клетка передержка вская но она мне иногда как карцер помогает туда засадить чтобы там клетки помыть они просто вообще в рассыпном убегает поэтому вот такие вот тут приблуды камни всякие а это жизнь наша это у нас три их брата три мальчика полупасюка психопаты вообще психопаты у них тут раз два три четыре пять шесть семь камней я им повесила они сгрызли просто напрочь дорогущую клетку вот я уже несколько дней мучаюсь вылавливаю их они и грызут и разбегаются благо недалеко я их всех нахожу ну чё ты там опять он грызун грызун давай грызи посмотрим он им всю клетку залатала по углам но у меня есть подозрение что ближайшие дни они короче из других углов прогрызут ничего не помогает мы будем наблюдать сейчас они мы ждем пристройства было 11 осталось 6 то есть уже нескольких мы пристроили вот вот эти пока ждут своей участи он какие прыгучие и какие прыгучие да ну все прощаемся